Привет, обитатели интернета и мобильных сетей! Вы смотрите droider.ru И у нас сегодня обзор самого, наверное, ожидаемого китайского смартфона Смартфона китайского производителя Huawei Ascend P1 Это достаточно симпатичное устройство Компактненькое и при этом достаточно мощное и с неплохой начинкой Но все равно до нынешних крутых флагманов от Samsung, HTC и Sony он не дотягивает немного Но все равно есть что хорошее об этом устройстве рассказать Поэтому, собственно, этим мы сейчас и займемся Не только о хорошем, конечно, обо всем Итак, корпус. Корпус выполнен из пластика Он глянцевый, задняя крышечка белая Не производит впечатление какого-то премиального материала Но зато за счет того, что цвет белый, отпечатки пальцев не так сильно видны И это, в общем, неплохо Камера 8 мегапикселей со вспышкой Но, надо сказать, не очень крутая камера Чуть попозже покажем, какая картинка там получается Фронтальная камера 1,3 мегапикселя Сверху разъем для наушников, разъем MHL Это который одновременно и micro-USB и micro-HDMI Здесь слот для SIM-карточки Вот так вот он открывается Задняя крышка, кстати, не открывается Мы видим вот по этим зазубренным боевым Как люди из других изданий пытались вскрыть эту крышку А-та-та, люди из других изданий Здесь есть регулировка громкости Под большим, под указательным и средним пальцем Вот так вот И под большим пальцем есть кнопочка включения Как на устройствах Samsung Здесь же есть разъемчик для micro-SD-карты Ура! В этом смартфоне micro-SD-карточка есть Это хорошо, потому что внутренняя память очень небольшая Всего-навсего 4 гигабайта здесь памяти в нем Поэтому карточка наверняка многим владельцам пригодится Так, что дальше? Дальше надо сказать, что здесь есть Три сенсорных кнопочки спереди Это дом, меню и назад Они вибрируют, когда на них нажимаешь Кстати, вибрация не очень приятная При этом какие-то сплошные минусы пока идут На самом деле устройство прикольно Вибрация очень долгая И немножко такая назойливая, знаете Но ее можно отключить Кроме этого, экран Экран, одна из важнейших вещей 4,3 дюйма Разрешение 960 на 540 пикселей Ну, не самое звездное разрешение, конечно, на данный момент Но зато большим плюсом экрана является то, что, наверное, вы уже заметили Он выполнил по технологии Super AMOLED Это значит, что у нас на нем отображаются очень яркие, сочные, красивые цвета И это действительно правда Что ж, давайте сравним габариты этого устройства с чем-нибудь другим Например, с Galaxy S3 Видно, что Huawei S&P1 намного меньше Ну, видно, что и экран у него намного меньше, конечно же Это сразу заметно Он при этом достаточно тонкий 7,7 мм толщина Того гаджета И масса 110 граммов В общем, хорошие показатели Процессор здесь установлен от компании Texas Instruments Инструмент с двухъядерной, полтора гигагерца И батарейка 1800 мАч В общем, на день работы совершенно спокойно это устройство хватает Если не будете особо музыку слушать и в браузер лазить, то, может быть, даже чуть побольше хватит Итак, включаем экран и видим, что у нас здесь встречает Android 4.0 Не сильно модифицированный Слава богу, не очень много своих каких-то вещей сюда Huawei добавил Наверное, это неплохо, потому что Google и так постарался В этой версии своей операционки Итак, что у нас тут есть? Сверху есть виджеты Виджет с часом С часами И виджет с управлением плеера Это, напомню, я еще экран разблокировки И отсюда же мы можем запустить либо телефон, либо SMS-ки, либо камеру Либо просто разблокировать Ну, запустилась камера, ладно Ну, вот так выглядит интерфейс камеры Немножко изменен он по сравнению со стандартным андроидовским Да и не то, что немножко, а существенно Все менюшки по-другому сделаны Ну, на дневном свете, на самом деле, картинка хорошая Получается практически на всех камерах Так что обещанная ругань в адрес камеры У нас, наверное, сейчас не получится Но если посмотреть снимки в интернете То видно, что они уступают и смартфонам от HTC И смартфонам от Samsung И смартфонам от Sony текущим Ну что ж, ну, это не самая важная вещь, наверное, в смартфоне Хотя, конечно, и существенная Но мы перейдем к тем штукам, которые тут имеются Итак, андроид не сильно здесь модифицирован Кстати, в экране разблокировки есть еще одна забавная вещь Если зажать кнопочку дом, появляются еще две иконки Опять-таки камера и фонарик Можно прямо отсюда запустить приложение «Фонарик» и светить на руку Итак, возвращаемся на рабочие столы Что тут интересно у нас есть? Есть предустановленные стандартные приложения от Google, конечно же Это карты, Gmail, навигация, Google Talk, YouTube, ну и некоторые другие И несколько приложений, которые сама компания Huawei разработала Сейчас быстренько по ним тоже пробежимся Мне нравится, что у них очень симпатичные, приятные иконки Например, вот в заметке есть программа, простенькая и очень аккуратненькая Можно здесь простые тексты какие-то оставлять Нет даже кнопки сохранить, просто ты ввел какой-то текст И вот можешь его редактировать прямо отсюда, отсюда же смотреть Или удалить, достаточно удобно Еще тут есть программа «Диктофон» Вот она такая тоже обычная, с симпатичной картиночкой Часы, что тут еще хорошее? Да, FM-радио есть, тоже можно вставить наушники И тогда слушать радио Тут есть некоторое количество предустановленных виджетов Опять-таки фирменных от Huawei Здесь у нас «Погода-часы» виджет Здесь у нас виджет для управления плеером И здесь виджет для управления, опять-таки, этим самым радио Еще есть для календаря вот такой большой, тоже прикольненький виджет-точек Мне они все нравятся Что еще хочется сказать здесь про рабочие столы И про то, где здесь оформлен интерфейс То, что тут есть несколько тем Три темы, Android, Бриз и Заря По сути, они отличаются тем, что изменяется бэкграунд И изменяются иконки некоторых приложений системных И вот, например, менюшки списка приложений Кстати, список приложений выглядит абсолютно так же, как и в Android стандартном И спасибо за это, компания Huawei, опять-таки Так, тема Вот только что мы переключили тему Есть еще одна тема, не буду вам ее показывать Она почти ничем не отличается, кроме нескольких иконок Есть еще режим трехмерных рабочих экранов Тоже забавная вещь Когда мы ее включаем, экран у нас перелистывается вот с такой вот трехмерной анимашкой Но, как видно, она немножечко, немножечко притормаживает Она, кстати, есть в двух вариантах Вот здесь вот переходы, два типа перехода Только что мы видели такую анимацию, как будто мы находимся внутри шестигранника А здесь такая вот анимация, как будто мы наружу Шести, пятигранник точнее, да И видно, что здесь даже сами виджеты трехмерные Вот видите, вот календарь, например, какой прикольный там пляж какой-то сверху с зонтиком Вот, ну, на самом деле мне больше нравится обычный режим двухмерных рабочих столов Вообще телефон достаточно шустренький Но иногда заметны некоторые, так сказать, подтормаживания, FPS, что ли Не всегда корректно отображается анимация при перелистывании рабочих столов При запуске списка приложений Но это не очень часто происходит Поэтому, на самом деле, в большом счету телефон достаточно шустро работает Что хочется еще здесь показать и запустить Тут у нас, конечно же, имеется приложение браузер Как и в любом смартфоне Давайте не будем запускать хром Запустим стандартный браузер, который тут идет И посмотрим, насколько он шустро работает А пока запускается браузер Вы можете посмотреть на окружающее пространство Это основной офис-студия сайта droider.ru Итак, браузер у меня запустился И я открываю сайт этой студии, в которой мы сейчас снимаем А именно сайт droider.ru И сейчас посмотрим с вами вместе, как быстро и шустро здесь все будет перелистываться И переезжать Пока сайт загружается Напомню, здесь внутри работает двухъездный процессор TCS Instruments Полтора гигагерца У него тактовая частота Так, ну вот, сайт загрузился Вверх-вниз листается абсолютно нормально Все нормально Пинч-то-зум смотрим Пинч-то-зум работает тоже вообще на ура Прям вообще без каких-то претензий Быстрее он на андроид-устройствах обычно не работает браузеры Ну что ж, честно говоря, мне нравится Неплохо Надо попробовать, конечно, пооткрывать несколько вкладок Давайте еще какую-нибудь одну откроем Для проверки И посмотрим не менее тяжелый сайт, чем droider Ленту.ru Здесь тоже много всякой графики Много баннеров Он тоже загружается очень долго Должен сказать, что еще из предустановленных приложений Тут имеется очень полезная вещь для людей, которые на смартфонах пытаются работать Это Polaris Office То есть программа для работы с офисными документами Word, Excel и все дела PowerPoint Ну, видим, вот у нас второй сайт открылся Все хорошо Вот две вкладочки Они одновременно в памяти Ну, в принципе, вполне себе нормально работает Что еще стоит сказать про программную часть этого смартфона Это, виджеты сказали, панелька А, панелька уведомлений, вот она Да, здесь она стандартная, андроидовская Но имеется тут несколько переключателей Для запуска тех или иных функций Wi-Fi, Bluetooth, GPS, передача мобильных данных, поворот экранов Все здесь такое стандартное Это удобно многим пользователям, наверное, может быть Что все эти настройки под рукой и близко находятся Ну что ж, давайте подведем итог Смартфон очень приятный Потому что он компактный Он тоненький У него клевенький экран Хоть не с очень высоким разрешением Но зато это супер AMOLED На него действительно приятно смотреть Он достаточно шустрый Операционка не сильно изменена И еще раз хочу большой респект выразить за это компанию Huawei Все самое хорошее от Google они оставили И добавили несколько своих фишек Мне кажется, многим производителям стоит Принять на вооружение такую тактику Из минусов Низкое разрешение, я уже сказал Камера средненькая Пластиковый корпус Не очень такой премиальный Но зато он обеспечивает небольшую массу И главный минус, мне кажется, этого смартфона Это его цена Потому что, конечно, в наше время Когда есть флагманы от HTC, Samsung и Sony Такой смартфон должен стоить, наверное, 1014-15 рублей Он стоит от 18 Вот, но будем надеяться Через какое-то время он подешевеет И станет конкурентоспособным Вот, на этом, пожалуй, и все И еще один плюс Который хочется сказать Это microSD карточка Помните о том, что microSD карточки Должны быть в смартфонах Это я сейчас обращаюсь к производителям смартфонов Помните об этом И не убирайте слоты Спасибо, что посмотрели этот обзор Это был телефон Huawei Ascend P1 И сайт droidr.ru Счастливо!